Всем привет! Добро пожаловать на канал Blink's House. И сегодня мы обсудим все рекордные достижения, которые побила Розе. Будет ли всё-таки клип на Гоун? Скандал с Дженни, который испугал абсолютно всех блинков. Новости о соло Лисы и трансляцию Дюсу. Хотел бы вам сказать, что новости сегодня правда очень интересные. Так что обязательно досмотрите это видео до конца. Что ж, давайте приступим. Давайте начнем с новостей по соло Розе. Для начала обе песни Розе дебюсировали в канадском чарте Billboard Hot 100. On the Ground на 35 позиции, а Гоун на 77 позиции. Далее Розе всё продолжает бить рекорды и возглавляет чарты слева и справа. Со своей дебютной песней, которую она написала. Она возглавила различные глобальные чарты Billboard. Далее первый сингл Розе R за первую неделю преодолел порог в 449 тысяч копий. Теперь он является обладателем титула самых высоких продаж Хантео на первой неделе среди женщин-солисток. Кстати, недавно Розе открыла свой тикток аккаунт. Если вы ещё не подписаны, то обязательно подпишитесь. Ну и в связи с этим, Розе сейчас занимает первое место в рейтинге самых популярных тиктокеров в Корее. Далее, как я думаю, вы уже знаете, что вчера у Розе вышла танцевальная практика на on the ground. Кстати, если вы любите петь, ну или просто хотели бы услышать, как звучит инструменталка on the ground, можете посмотреть моё предыдущее видео. Но и сейчас не об этом. В общем, это танцевальное выступление Розе было снято в зале для свадебных церемоний. Ну и Гоун поднялся на восьмое место в недельном чарте mail-on. Кстати о Гоун. Недавно на фан-сайне Розе фанат спросил, «Мне любопытно, будет ли у вас видеоклип на песню Гоун? Или это всего лишь запись для концерта? Потому что нам очень нравится эта концепция». На что Розе ответила, «Ребята, я думаю, что выйдет клип. Я постараюсь его выпустить. Поэтому подождите немного, чтобы увидеть его». Я, если честно, не знаю, дозволено ли мне об этом говорить. Но так как вы, ребята, ждали этого очень долго, я постараюсь подарить его вам. Лично я очень надеюсь на то, что Розе выпустит клип на Гоун. Потому что песня мне тоже невероятно понравилась. Да и так как половина клипа уже записана, думаю, это не должно занять так много времени. Что ж, остаётся просто надеяться и ждать. А вы хотели бы увидеть клип на Гоун? Напишите в комментариях. Ну и теперь давайте обсудим тот самый нашумевший скандал с Дженни. Благодаря YG очень большое количество блинков испугалось тому, что Дженни может покинуть группу. Началось это с того, как диспатч раскрыл отношения Дженни и G-Dragon. Разбор их отношений также есть у меня на канале. Советую вам его посмотреть. Так вот, после этого всего, YG начали буквально игнорировать Дженни. Сначала её плейлист приложения Spotify просто убрали из подборки плейлистов Blackpink. Потом забыли указать то, что это плейлист Дженни. Далее её съёмки просто не выложили на аккаунт YG со всеми съёмками артистов. Но съёмки Лисы выложили. Это всё очень обеспокоило блинков. Но позже всё это выложили и возобновили. Похоже, это была просто ошибка работников. Далее Лиса. Она заняла седьмое место в рейтинге лучших музыкальных авторитетов Instagram за март 2021 года. Она стала единственной азиаткой в десятке лучших. Поздравляем! И также в одном из своих интервью Лиса рассказала, что она усердно готовится к Соло. И она хочет выразить себя через него. Поэтому Соло будет очень Лиса. Ну, то есть, прямо в стиле Лисы. Она попросила нас лишь подождать. А на сколько вы ждёте Соло Лисы? Напишите в комментариях. Как думаете, каким оно будет? Очень много блинков давали предположение на то, что оно будет похоже по концепту на песню CL Hello Bitches. Ну, и напоследок, вчера Джису провела трансляцию. Она сказала, что она изучает английский, а Элла – корейский, для того, чтобы их разговоры были дольше и они могли общаться на разные темы. Однажды Лиса пришла к Джису, чтобы пообедать с ней. Тогда они вместе начали смотреть Пентхаус за едой. Джису хотела провести трансляцию в Инстаграм и надеялась, что девочки подключатся к ней тоже, но это было слишком сложно длиннее. Она публикует фотосессию, на которой была позже в Инстаграм. Ну, а сейчас мы подошли к концу этого видео. Не забудьте поставить лайк, подписаться, а также оставить коммент. Я, конечно, не забуду вам раздавать сердечки. Надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео. Большое спасибо за просмотр. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok